Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире первая литература на телевидении, программа «Турнир поэтов» и ведущий Евгений Сулис. Я, как всегда, без лишних слов, спешу представить наших поэтов. Алена Синица. Родилась и живет в Москве. Окончила филологический факультет Московского государственного университета просвещения. Ведет театральную и литературную студию для подростков как режиссер и драматург. Публиковалась в различных журналах, альманахах и периодических изданиях, среди которых «Юнность», «Литературная газета», «Московский комсомолец», «Кольцо А» и других. Победитель фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест», конкурса драматургов «А.С.В.А.Л». Лауреат Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Умцири», лауреат областной литературной премии имени Роберта Рождественского и других. Представлена редакцией программы «Турнир поэтов». Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, Евгений. Петр Кравчина. Родился в Велико-Терново, живет в Москве. Окончил Киевский политехнический институт по специальности инженер-электронщик. Стихи публикуются на сетевых ресурсах. Представлен членом художественного совета Алены Овсяниковой. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Евгений. Ну что же, друзья. Друзья, вот я знаю, что Алена неоднократно это видел, ну много выступает со сцены. И вам в этом смысле сегодня будет, мне кажется, довольно легко выйти на нашу сцену и читать стихи. Наверное. Я вот только недавно вернулась из Питера, выступала там на художественной выставке, читала стихи под картину. Так что... Удачно? Да. Но при этом и вы, Петр, пишите в той информации, которую мы просим написать о себе, что хобби декламации, пожалуй. То есть я так понимаю, что в общем тоже милый, крушитый. Тут смотрите, какое дело. Это декламация такая, она в домашних условиях, микрофон, все тихо, спокойно. Декламация, которая со сцены, она подразумевает чуть-чуть другую историю, другие навыки. И последний раз на сцене я выступал где-то 15 лет назад, поэтому в этом плане, да, мне будет, наверное, сложнее, но... Ну, знаете, у нас тут такая домашняя атмосфера, вы не думайте, что вы на сцене где-то, а вы дома друзьям читаете. У нас мы всегда стремимся к такой домашней атмосфере на наших турнирах поэтов. Ну, вот по поводу любимых поэтов, ну, Петр так, Есенин, Маяковский, Блок. Тут, в общем, вопросов нет, все понятно, да. А вот, конечно, Алена тут задала нам. Люди, которые повлияли в детстве. Ну, во-первых, тут Виктор Цо и его стихи. А можно же было, да? Ну, вот видите, Алена посчитала, что можно, да. Мне ничего не запрещено. Илья Корминцев. Иосиф Бродский, Алексей Крученых и Джерард Вейт, солист такой группы My Chemical Romance, не все эту группу знают, но я даже смотрел сериал по его комиксам Академия Амбрелла. Как вам этот сериал? Да, 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 да. Мне он очень нравится, но последний сезон уже не очень, да. Вот последний сезон, да. Первый был из-за очень замечательных, второй тоже, да, первый. Вообще он прекрасный человек, Джерард Вейт, что он и художник, и музыкант, и солист, это вообще замечательно, когда человек сочетает в себе... Сергей Курехин, человек-провокация, вообще я это, Сергей, вообще был красивый человек, умный, тонкий, красивый. Уолт Уитман, Хью Оден и Моби. Так, а Хью Оден расскажите? Неожиданно, да. Хью Оден, вот не все, я думаю, знают, кто это. Американский поэт, вот его довольно много переводил Бродский. А Моби? Моби, исполнитель, музыкант. Ну, какие жанры, ну так, чтобы нашел. Не дик, который просто. Да, это не Моби, это не Моби дик. Моби, это тоже американский, правда, это музыкант, который ныне сейчас живущий, такой космический человек, мне он очень нравится, вот, он живет в доме в лесу, вегетарианец, уже, по-моему, лет 30, вот, в общем, на мое творчество он влияет. Я считаю поэтами не тех людей, которые прямо занимаются поэзией. Для меня поэт это человек, который приносит что-то вот такое сквозь призму своего взгляда особенное, то есть не обязательно это человек, который пишет тексты, для меня поэт. Да, я помню, как уроженец Киева Виталий Пуханов, как-то говорил, что вот иду, иду по Швейцарии, думаю, почему мне, в принципе, мало швейцарских поэтов. А потом я понял, что вся поэзия ушла вот в эту мостовую, вот в эти стены, а в поэзии вся ушла туда. Так, ну, интересы. Петр, у вас музыка, какую музыку? Вот мы уже услышали что-то от Алены, какую музыку любит она? Ну, я прожженный рокер, и говоря о том, что 15 лет я не выступал со сцены, это было как раз про... был у меня период жизни, когда я занимался рок-группой, был ее участником и промоутером. А на чем играли? На нервах в основном. На нервах. Ну, бэквакал, да. Для рок-музыки это необходимо. А как группа называлась? Времени нет, это, ну, наверное, ни для кого ничего не скажет, потому что группа на данный момент неизвестная по ряду причин. Вот. Если бы я продолжал этим заниматься, она бы стала известной, я бы, я в этом не сомневаюсь. Но сложилось обстоятельство так, что я перестал этим заниматься. А тексты писали для группы? Тексты я правил, тексты писал фронтмен, я их периодически правил. И это была, наверное, одна из причин наших расхождений. Лучше не править текстом, что если хочешь продолжать дружить с поэтом. Да. Ну, смотрите, вот уже рок-музыку нащупали, потому что у вас тоже Виктор Цой или Акармельцев. Ну, Акармельцев, кстати, был, конечно, большой поэт. Нет, Цой это понятно, но Цой это явление, то есть вот там все сложилось. А Акармельцев, конечно, просто был большой поэт. Просто его можно брать без песен, просто текст, и это прям большая поэзия. Ну, кстати, если же мы зацепили сериалы, то Король и Шут я вот недавно закончил смотреть. В принципе, очень даже неплохо. Да, очень неплохо смотрелось. Любимая музыка, шикарная игра актеров, и нету каких-то перегибов в плане того, что я ожидал, что будут какие-то, так как продюсером сериала выступал Князев, то я думал, что там будут какие-то такие перегибы в сторону того, что, ну, перетягивание одеяла, да. Но на самом деле этого я не за... Я только две серии посмотрел, как немножко я сломался после двух серий, но мне показалось, что чуть-чуть там есть все такое. Немножечко, немножечко. Я думал, этого будет очень много, а этого было прям чуть-чуть. Я боюсь смотреть пока, но я посмотрю. Мне кажется, Киш совершенно прошло мимо меня. До сих пор не могу понять, меня даже любят спрашивать, что у нас редактор наша, Любовь, порядка спрашивает, я говорю, эта группа почему-то прошла мимо меня, хотя рок-музыка наша отечественная для меня многое значит. Кино вот вы еще в интересах указываете, но вот король лишь от сериала, что еще такое? Что любите из кино, что недавно уже посмотрели интересного? Из недавнего «Вампиры средней полосы» со Стояновым, Стоянов Прекрасен. Который в Смоленске снимали. Да, ну там Смоленска на самом деле чуть-чуть совсем, потому что его снимали и в Питере, и в Москве, а от Смоленска там оставили только площадь. Шикарный сериал такой, он и веселый, и юмор, и драма там есть, и игра актеров, но я же говорю, наверное, Стоянов все-таки это явление. Я его переоткрыл для себя заново, как актера. Ну там все хорошие, то есть Стоянов, конечно, такая глыба, но там вообще подобраны, мне кажется, прекрасно и написаны хорошо. А вам как «Вампиру средней полосы»? Я не смотрела. Вы не смотрели, да? Я больше по американским и, в общем, ну, английским сериалам больше. Ну что хорошего тут посоветуете? Что хорошего? Помимо «Академии Амбрелла». Ой, ну мне, ну я на самом деле люблю Netflix, поэтому я в основном смотрю все, что производит Netflix. Ну не все, но процентов 70 из сериалов, по сцене. Ну можно и из фильмов. Из фильмов? Ой. «Черная птица». Вы знаете? Нет, не смотрела. Я, а из фильмов я как раз смотрю больше, наверное, русские фильмы. Вот. Я люблю Сергея Славьева. Это мой любимый русский режиссер, наверное. Сергей Александрович Славьев, прекрасно. Хорошо. Также вы, Алена, указываете театр, шаманизм. Ну вот давайте про шаманизм. Так, пару слов. Про шаманизм? Будет ли сегодня шаманизм на сцене? Я не знаю, потому что во время выступления я отсутствую, то есть меня там нет, поэтому я не в курсе, что там будет. Вот. То есть, друзья, все, что будет происходить на сцене во время выступления Алены, Алена ответственности не несет. Ее там не будет. Я вообще ни за что не несу ответственности. Что произошло на сцене, остается на сцене. Потому что ужасно в этой жизни все время нести за что-то ответственности. Это просто невозможно. Вот. А насчет шаманизма я люблю очень бурятский театр. И я прошлым летом увидела спектакль бурятского театра, театр кукол. Ну как бы театр кукол, нам кажется, что будут играть какие-то, ну вот, какие-то куклы, но обычные, да. Но у них были совершенно необычные куклы, у них были такие звериные маски, вот такие мифические вещи. Они набрасывали на себя эти маски, перевоплощались в таких вот шаманов, произносили какие-то слова на каком-то другом языке. И под конец спектакля, несмотря на то, что там ни одного не было слова по-русски, и были какие-то вот эти странные словечки, мы под конец спектакля все, кто сидел в зале, мы тоже все поняли. И мы начали разговаривать тоже этими словами. То есть вот как действует шаманизм. Ничего себе. Заговорили на иных языках. Хороший интерес, хорошие люди. Часто встречаете хороших людей? Да, вот буквально сегодня шла по Маяковской, а там люди хорошие на встречу идут. И говорят, ваши документики. Такие бежливые. У меня был случай недавно, меня в Питере задержали. Я шла жука отпускать в траву. Ко мне подошли двое людей, говорят, извините, а что вы там делали? Вы в правый карман что положили? Я говорю, жука, жука. Меня чуть не задержали за жука. Вы достали, предъявили? Нет, дело в том, что жук уже лежал в траве. Я говорю, я могу вам показать. Значит, это глупо. Вот, так что... Класс, класс. Но они не поверили. Еще в хобби, вот, знаете, кататься в поездах, виндсерфинг. Вы прям хорошо серфите? Ну да, я этим занимаюсь периодически. Ну, как летом в основном. Если бываю, где-то рядом с серфстанциями. Мне очень нравится виндсерфинг, да. Так, Петр, а у вас спорт указан в хобби? Что со спортом? Ну, я бы, если уж про виндса говорили, то я бы, моя мечта это виндсерфингом заняться. Это что такое? Да, видели, наверное. Виндсерфинг — это скоростной спуск, такие специальные костюмы у них. То есть человек надевает костюм, становится похож на летучую мышь или на белку летягу. И вот это, то есть, во-первых, он более длительный получается, благодаря тому, что, то есть, если ты просто с парашютом, то подаешь быстрее, и там, ну, открыл парашют, все, кайфанул, но адреналин у тебя быстро заканчивается. А с этим костюмом у тебя есть возможность продлить этот спуск, но он, тем не менее, с большой скоростью, но он позволяет большее расстояние, он позволяет виражи закладывать, то есть такая штука. Но это у вас пока только в планах. Да, да, а не в планах, что только не было. Баскетболом занимался, дзюдо занимался, тяжелой атлетикой, ну, по мне, наверное, слегка заметно. Да, да. Тяжелой поэзия. Тяжелых атлетов в прошлом не бывает, в бывших не бывает. Йога — слушать чужие разговоры, то есть вы прям подслушиваете разговоры? Ну, вообще, да, я драматургией занимаюсь, драматурги — это люди уха, они слушают. То есть ты ездишь в транспорте, ты слушаешь, многие вот есть у меня вещи, которые я в пьесах пишу, они подслушаны, то есть это разговоры людей. Я все время боюсь, что эти люди найдут меня, прочитают потом, и мне предъявят что-нибудь за это. И прям услышали, сразу записывали. Авторские права. Не все. Ну, то, что понравилось. То, что нравится, конечно. Просто живая речь, вот она прекрасна. Нет, конечно, для драматурга это и сценаристам тоже бы не мешало. А то иногда слушаешь наши сериалы. Нет, у нас сейчас очень много хороших сериалов. Но иногда слушаешь и думаешь, где они эти слова услышали. Не говорят так люди, не делают так люди. Сидеть на подоконнике, гладить животных, ходить к ортодонту. Конечно, больше всего меня порадовало. Я так писала, просто вот, ну, свои интересы. Ну, да. Я искренне... Я просто вы первый человек, который я встречаю, который... Прям любит к ортодонту ходить. Да, прям хобби, причем называют, ходить к ортодонту. Ортодонт в курсе об этом вообще? Да, она... Нет, она не... Сделан на ортодонт. Ну, так. Слушайте, у нас сегодня, по-моему, самый веселый выпуск турнира поэтов за годы существования программы. Я думаю, что... Зовите нас почаще. Да, да. Ну, вот, все от зрителей зависит. Давайте, дорогие наши зрители, почаще будем звать этих поэтов, голосуйте за них. Ну, а сейчас мы перейдем уже к джеребию, узнаем, кто будет читать первым. И во время чтения стихов нам присоединится критик Валерия Пустовая. Ну что, Алене? Конечно, да. А это что надо сделать? Надо будет тащить. Да, любую закладку. Я просто думаю, что я что-то не так делаю. Нет, нет, все так. Я первая. Все так, да. Ну что же, Алена Синица у нас открывает турнир поэтов. И к нам присоединяется критик Валерия Пустовая. Маленький мальчик. Я не хочу никого и ничего перерастать. Я хочу быть маленьким мальчиком, маленьким летчиком, маленьким зайчиком на покрывале звездного неба, путейцем-сигнальщиком черной дыры, старым вокзальщиком без расписаний, уборщиком листьев без бороды. Только травы и ветер, травы и ветер меня сберегут. Я хочу без людей жить на этом свете, но уже не могу, потому что я тут, потому что я здесь, как потерянный мячик, безымянный рассказчик, чей-то раненый пальчик, потому что я здесь, чемодан без ручек, удручен, перекручен и почти не изучен. Следующий сектор называется «Полудурок». Разделенный крест на крест двумя городами, никуда не иду, ничего не желаю, и как вкопанный жду остановки трамвая, где сырые дома и забитые сваи, никого не ищу, и меня не искали ни в пролетах больниц, ни на стыках окраин, в череде встречных лиц, в замороженном мае. Вы меня не узнали, вы меня не узнали, и я выйду сутулой в соседский проулок, ни поэт, ни писатель, а так полудурок, ни пророк, ни целитель, а слов и истребитель, не смотрите теперь на меня, не смотрите. Это солнце, которое в небе осталось, это тело, которое просто досталось, у меня ничего к нему, только усталость, но за ней любовь, и она не вмещалась ни в одно из сердец, что со мною рядом билось, только в то, что застыло, и остановилось только в тех, кто ушел, и не вернулся, откуда никто никогда не вернулся, говорю только с ними, и чувствую их на путях безымянных, на стульях скрипых, на разбитых площадках, с плакатом в руке, это я вам машу вдалеке, вдалеке. Электричка. Меня найдут в последней электричке, в пальто советском, большевичка, R2 тип 2, в шестом вагоне, на безымянном перегоне, вдали от башен Москал-Сити, и от закрашенных граффити, и от притихшего арбата, где больше не поют ребята. Меня найдут в пустом составе, и выйти на ходу заставят два контролера в серой форме, согласно заданной госнорме. И останусь на платформе у стены стылевших сельсовета, где бродят звери из мундепа с глазами пластикового цвета, где пес бездомный в магазине, где лужи вымокли в бензине. Меня найдут в глухой низине и отдадут чужой России. Следующее стихотворение про магнит. Мой любимый магазин. Все мимикрирует под пластик, даже вид из треугольного окна на перекресток, забитые вагоны до орбит везут формальдегид на остров, в борьбе со спидом побеждает спид, в войне с соседом тот, кто двинул в рожу, а за углом построили магнит. Спасибо, Боже, идти домой по старому пути, не замечая черных трещин на дороге, всю жизнь прожить на пятом в заперти, держать на бодоре ноги и ждать зимы, когда отрубят свет, когда заиндевеет подоконник, заклеить окна ворохом газет и улыбаться, как покойник, пить растворимый в чашке порошок и видеть мир, как на экране, где жизнь проходит хорошо и мир, наверное, нормален. Так, следующее, про панков. Выходит за гараж, на весле звучит сажбаш, и еще какой-то наш, Леха же и там, и тут едет на Филатов пруд, где его опять побьют, а потом в гидру злы, там, ребята, все козлы, у ларька союз печать, его будет кто-то ждать с белой ленты, нос по ветру жмут балетки, греют гетры на платформе, три сосны, электрические псы доживают до весны и становятся легендой. ЕГЭ. Господь, спаси от ЕГЭ, от бранных слов на языке, от формул на сухой доске, от двойки в новом дневнике. Мне надо точно налегке идти без сменки в рюкзаке и видеть где-то вдалеке свет в одиноком маяке. Господь, спаси от зарплат, налогов, сборов и квартплат. Я раб системы, не твой раб, я горсть бумаг, оплат палат. От государственных людей, от модных и крутых идей, от разговоров Васи Гей и от наращенных ногтей, от тупости и пустоты, от триггеров и годноты, от кислоты и тошноты, бесполой половой любви, от стен разрушенного ЗАГСа, от улицы Ленина и Маркса, больничных отпусков на море, носилок в старом коридоре, от нации, от тюрьмы и от уехавшей страны. Спаси от самого себя, и я пойду искать тебя. Похорони меня в лесу, дай только то, что унесу. Отдай меня речной в воде, и будь со мной или нигде, и подели мои слова на два, на два, еще на два. Работал заведующий отделом критики журнала «Октябрь», велотворческий семинар в МГУ имени Ломоносова и Российском государственном гуманитарном университете. Входил в жюри литературной премии «Русский букер» и в экспертный совет премии «Большая книга». Лауреат нескольких литературных премий «Горьковской», «Новой Пушкинской», «Премии дебют», «Премии журналов «Октябрь» и «Новый мир». Здравствуйте, Лера. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, что скажете о стихах Алены Синицы, именно об этой подборке, которую мы сейчас услышали? Энергичной подборке. Энергичной, да, чтобы проснуться. Да, давно у нас такого огня не было. И прочитано для меня неожиданно, потому что я читала стихоинтонация для себя, и до сих пор, честно говоря, как-то я не сроднилась с Алениной интонацией. Я читаю про себя это с паузами и тихо. А вы, Алену, нигде не слышали до этого? Нет. А, я просто слышал, я поэтому был готов. Готов. Вот я не была готова. Я морально была готова. Я была готова. Вот, и, конечно, с тенденцией к такому, к такой бешеной ритмизации, звуковая инерция очень сильная вот эта вот. И это звуковая волна, на которой можно и выезжать, и, с другой стороны, она сглаживает любые недочеты, потому что ты еще не успел подумать, а благодаря каким-то простым созвучиям и того, что очень ладно строчки друг за другом как бы улепиться на вот этой вот звуковой, на звуковом клею этом, что ли, ты уже проскочил все какие-то сомнительные места и уже унесся к концу стихотворения. Это очень выигрышно, когда так получается. К тому же здесь еще выигрышный образ героя, который мы можем видеть. Как-то вот стихотворение делится на такие, ну, про субъекты, про что ли, про среду, можно сказать, и как-то для меня они разделяются. Вот это вот маленьким летчиком, маленьким зайчиком, не поэт, не пророк, не целитель, а слов, истребитель. Меня найдут в последней электричке. Это про какой-то такой образ говорящего вот этого человека, образ героя. Это такой образ эстрадный, не сказать, что он какой-то новый. Он такой очень поэтичный, такой даже усиленно как-то эстрадно поэтичный, такой, да, вот он такой немножко непрекаянный, немного изгнанный, преследуемый, не желающий действительно перерастать, вырастать. Это такая немножко сказка, наверное, поэзия о самой себе, может быть. То есть это такая немножко игра даже в поэзию. Тут можем отметить это. И это тоже очень выигрышно, потому что игровой образ, он очень привлекателен. Одно дело мы слушаем Алену, а другое дело, когда вы читаете, вы полностью перевоплощаетесь в какую-то вот эту говорящую через вас личность. И личность эта, она склонна к такому громкоговорению, к такому вот какому-то эффектному жесту. Может быть, ее вот как неловимый Джо, может быть, ее никто не ловит, ничто с ней не происходит драматичного. Но она сама уже заранее в драме. Вот есть такое ощущение. То есть мы сразу встали в эту позу. В драму Коин. Да, да. Немножко мы заранее. Но это вот именно что игровая такая, чуть-чуть ролевая получается такая поэзия в этом случае. С другой стороны, есть стихотворения, вот эти два, мимикрии и электрические псы, которые, с одной стороны, совершенно не чужды другим отмеченным. Но с другой стороны, в них есть какое-то проступает, какое-то немножко облегчение, что проступает какая-то объективность, какая-то среда, какой-то мир. То есть немножко можно отвлечься от героя, чуть-чуть расфокусироваться от него. Потому что вот это пристальное внимание к личности говорящего, оно немножко как перенапрягает нас, как будто мы должны прям плотно очень к нему привязываться. И в этом смысле я хочу отметить, что очень хорошо, что в этой подборке есть и другие стихотворения, которых можем немножко шире, что ли, взглянуть на мир через эту поэзию. Не знаю, мне кажется, в первом стихотворении вот эта инерция звукового говорения, она, ну, может быть, наименее сильна, хотя само стихотворение наименее сильно работает. Хотя само стихотворение очень привлекательное, но оно немножко вот на это игровое созвучие, на постоянное попадание в одно и то же какую-то звуковую формулу, ну, немножко это то ли утомляет, то ли просто не всегда оно попадает правильно. Какое-то есть ощущение необязательности для меня от этого стихотворения. Листьев, уборщик листьев без бороды, в принципе, все это как-то вот чемодан без ручек, я хочу без людей, вот это без, без здесь постоянно, зайчик, летчик, мальчик, раненый пальчик. У меня такое чувство, что вот Алена, поскольку ей это дается, вот вы можете это плодить в большем количестве, поэтому вот немножко недоверие есть к этому стихотворению, при том, что она совершенно милая, и как бы хорошо, что она открывает подборку, потому что она говорит об этом игровом «я», и она действительно вызывает какое-то лирическое сопереживание от читателя, в то же время какое-то чувство вот этой необязательности и такой вот звуковой вот этой инерции, какой-то легкости, того, что слишком легко дается, что ли, это все. Рассказчик, пальчик, вот как вот мы на этих «щ», вот этих «щ», как мы ксели на эту «щ», и на этой «щ» мы идем, значит, скачем по этому стихотворению. Вот, какое-то есть чувство, ну вот, не знаю, недоплотности. То есть если сравнить, например, с электрическими псами, где тоже очень мощно звук работает, и здесь вообще очень интересно вот эта короткая строчка, эти короткие, туда надо как бы успеть, вас как бы несет этим звуком, но вам нужно успеть вбить в строчку смысл, вот такое ощущение. И за счет этого конфликта, за счет того, что, с одной стороны, мы бешено несемся, а с другой стороны, нам надо успеть все-таки что-то сказать, да, вот задыхаясь, как электрический, то есть как будто вот действительно буквальный пес. Вот, а за счет этого конфликта формального возникает плотность. У каждого стихотворения есть дыхание, и тут... Задыхание, тут есть задыхание, да. Потому что шар в зенит, еще тут мы точку успеваем впендюрить, то есть шар в зенит, укус зудит, то есть мы еще и два предложения пытаемся впихнуть в одну короткую строку. То есть вот эти формальные конфликты, да, конфликты вот этой формы... Ну, а у нас еще такой вот прием, это как бы захлебывается стихами. Да, но нет, она формально-то захлебывается, но на самом деле она в эту строчку пытается впихнуть смысл, успевает поставить, повторюсь, точку, то есть два предложения мы успеваем каким-то образом наблюдать в одной вот такой строке, да, никакой, практически по длине. Вот, и это здорово, потому что это получается, вы поставили все такие очень жесткие рамки, нагнали при этом огромную скорость, и как будто эти жесткие рамки, огромная скорость, они друг с другом конфликтуют, и вы на этом выезжаете и справляетесь. Вот как будто вот очень трудно лавировать, как будто на большую скорость. То есть это свернение очень создает ощущение, как будто вот прям получилось. Вот это чувство, да, что вот автор выехал, вот он рули-рули, но он вырулил, вот это ощущение. Вот, мимикрия, вот мне очень понравилось. Но за него было страшно, рулит он или нет. Да, было, потому что он очень большой, да, очень бешено, мы не слились как-то слишком, да, мы не успевали. Даже вот как бы хочется перечитывать его, потому что хочется рассмотреть эти словечки, вот эти да, запятая, я, лох, а вам не п***. Вот это хочется все рассмотреть, вернуться, хочется эти слова разлепить и увидеть как отдельные, да, потому что они, на самом деле, слились в одной какой-то такой бешеный какой-то такой импульс, да, посыл какой-то такой энергетический. Ну, короче, свернение очень получилось, мне кажется, вот оно и задумано как-то интересно, и сделано интересно очень. И вообще оно вызывает сопереживание, какую-то ностальгию, желание срочно куда-то помчаться, вообще какой-то очень хороший. Мимикрия очень, я говорю, отдохнула на нем, потому что вот это ощущение среды возникающей, оно им что-то дает мне отдохнуть от слишком, слишком тянущего на себя внимания героя. То есть герой Алена очень требует к себе внимания. Невероятно. Ну, это просто надо вот, то есть нельзя от него отрываться. Потому что он с ним что-нибудь случится, пока ты отвернешься, его там арестуют, действительно, в электричке, вышвырнут куда-то там, куда-то в сельпо. Поэтому надо не усмотреть за ним. За руком в ладони. Да, вот именно. Хорошо. Вот. А имимикрия дает отдых от этого. То есть здорово, что есть и такие стихи, я хочу сказать. Вот. Немножко вы тут, когда на бешеной скорости мы неслись, мы немножко теряли по пути наших спутников слова. Петь растворимый в чашке порошок, видеть сны, как на экране здесь. Жизнь проходит хорошо, а мир, наверное, нормален. Опять же, это стихотворение читала бы тихо. Вот я бы. Вот я как читатель, мне как-то вот совсем. Хотя и так прочитано вроде в авторском изложении, оно звучит вполне убедительно. Ну, такая намеренная какая-то вот, даже вы как преувеличиваете эту эстрадность. Вот в борьбе со спидом побеждает спид. А вы еще чтением усиливаете. То тоже хочется спросить вас, может быть, стоит поэкспериментировать с чтением, может быть, где-то все-таки добавить какой-то приглушающей интонации, разнообразить. А то, получается, мы постоянно находимся на этом, как бы вот втопили и несемся. Вот. Ну, с другой стороны, это касается уже именно самого чтения. В общем-то, это другой совершенно вопрос. Вот. Полудурок. Да, полудурок, ну, конечно, очень все эти эффектные... Кстати, да, сейчас я представила, читать, 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 в этом Алене в ритме, темпе, паузой вдруг совершенно вот сломать это чтение. Да, да. Это очень мощный прием. Такое ощущение, что прием какой-то нужен. Раз уж все задумано так немножко звуковой и устной, как бы на зал, то с залом нужно что-то сделать, может быть, какую-то действительно придумать тут паузу, переход, интонация, переключение. Вот. Полудурок, вот тоже он какой-то вот чуть-чуть, есть у него какая-то необязательность местами, и она, повторюсь, она совершенно скрадывается этой вот звуковой инерцией. То есть пока я думаю, что мне совершенно не нравится строчка, ну, значит, у меня ничего к нему, только усталость, вот это вот ничего к нему, только усталость, что-то вот как я чувствую какую-то очень избитость этой строки, и за ней еще любовь, и она не вмещалась, тут еще переход. Там вообще глобольный рифм, я согласна. Ну, вообще, немножко как я теряю энергию, по словам я теряю здесь энергию. Но поскольку все очень ладненько приковано друг к другу вот этими созвучиями, и как бы Алена на этом очень хорошо умеет ехать, то я как бы не успеваю пикнуть, а я уже как бы меня унесло, ну, ладно. То есть как бы я не успеваю. Как-то возмутиться. И, повторюсь, это и выигрышно, и, с другой стороны, это соблазнительно слишком для автора. Получается так все время ехать-то, ехать на этих созвучиях, ехать на том, что слова похожи, звучат, и очень легко лепятся по принципу песенной сочетаемости, вот этой вот музыкальной сочетаемости, да. Вот. Хочется, как бы, немножко, может быть, заставить и себя немножко как-то какую-то тут тоже паузу, шероховатость, запнуться где-то, может быть, сбить ритм, попробовать вот с этим, может быть, поэкспериментировать, с тем, чтобы с тех пор не так ладно скакала от начала к концу, вот. Потому что иначе, как бы, тоже автор как будто не дает себе времени-то задуматься, вот вообще, как оно получилось-то в строке, вот. Ни в одной серде, что со мной рядом билось, ну, как вот чуть-чуть спотыкливо, ну, и бог с ним, потому что мы несемся дальше, да. То есть мы не даем себе времени подумать, как получилась строчка. Не очень нам это важно, честно говоря. Потому что в целом-то оно как бы по рамочке хорошо стало, по звуку хорошо стало, и мы пошли дальше. Вот. Хочется предложить больше внимания к вот именно конкретным таким строчкам, словам, отделки больше, что ли, какой-то. Для этого себе какие-то, вот повторюсь, шероховатости, какие-то паузы, может быть, поэкспериментировать с формой, чтобы она не всегда неслась от начала к концу, не всегда это была такая вот прям вот дистанция какая-то, вот как вот в ралли надо прям вот то-то-до проехать, и все. Может быть, где-то надо встать на паузу, как-то смотровую площадку себе устроить на пути, да, то что-то сделать, что-то сломать на пути, действительно. Вот. А так-то, конечно, все это очень хорошо, и слушается, и читается. Непророк, нецелитель, а слов и истребитель, это вообще как бы, ну, это эпиграф ко всему, это просто как бы такое самоуничижение, как бы, и такое действительно тоже патча гордости. То есть это такой, это прям вот поза-поза, и это, при этом эта поза очень пронзительная, она хорошо выражена, она и ирония здесь, и яркость, ну, что говорить, отвести глаз, повторюсь, невозможно от этого героя, потому что действительно очень хорошо приковывает к себе внимание, да, так притягивает его к себе. Вот. И, конечно, вот этот мотив, что меня найдут, что-то со мной сделают, меня заставят, вот, повторюсь, драматизация заранее, и достигает она такого силы в конце, меня найдут в глухой низине, откуда там низина возникает, причем нам не важно, откуда низина возникает, то есть как бы вот мы сначала были как-то тут, какие-то башни тут, значит, у нас в Москву-сити, Арбат, хорошо. Арбат, ребята, тоже такая, ну, рифма, конечно, но, а с другой стороны, почему бы нет, действительно, Арбата ребята не поют, вот это хорошо, ведь хорошо сказано. Вот. Госнорма, платформа, все это как-то, да, хорошо все так работает, вот. И вдруг меня найдут откуда-то низина, и отдадут чужой России. Каждый, конечно, читатель-слушатель вложит свой смысл в последнюю строчку. Вот, с одной стороны. С другой стороны, она так громка, вот на мой вкус, она громковата. Вот многовато она, как, знаете, я каждый, конечно, вместит свое, но у меня такое чувство, что рамка здесь больше, чем то, что читатель сможет вместить, потому что у него нет каких-то ключей, которые бы, как бы, автор не вводит в слишком узкие рамки возможности оттолкования. Отдадут чужую Россию, это настолько широко сказано, настолько лихо, что, ну, как хочешь, так толкуй. И, с одной стороны, это плюс, потому что действительно так хочешь, а, с другой стороны, минус, потому что тогда нет границы у этого интерпретации. Получается, я могу... Короче, слишком громкая строчка для меня, слишком широкая. И это тоже вот следствие какой-то вот этой вот лихости такой, какой-то общей. И звуковой смысл. И даже к Лермонтову здесь не жалуется. Ну, хорошо. К какому стихотворению? Вот вообще. А, вообще? Вот. Ну, вот как-то так. Ну, вот они, мы-то, России, вот это. Да-да-да. Да-да-да, да-да. Они с бессерой твоей. Вот. И, конечно, вот эта вот спич Господу, вот это Господь спаси от ЕГЭ. Ну, всё это тоже очень эффектно работает. Тут и по звуку, вот это Господь спаси от ЕГЭ. Тут одна уже, это две вот эти строки первые, они уже, в принципе, делают всё стихотворение. То есть дальше уже мы прям реально просто по накатанной идём. Всё, Господь спаси от ЕГЭ. Всё. То есть, во-первых, тон задан, звукопись задана, да. Ирония вот эта задана, потому что Господь и ЕГЭ, да, где вот это всё, как оно всё? В одной из программ были, что поэзия, ну, хорошее стихотворение, это молитва. Вот это такая молитва идущего на ЕГЭ. Да, да, да. Господь спаси от ЕГЭ. Хорошо, да. Вот. Ну, здесь, в принципе, да, такая антис, как бы сказать, тоже это вопль вот этого самого лирического героя, который немножко асоциален, он такой немножко в позе, он немножко вне, он как бы осуждает с одной стороны, с другой стороны, он понимает, что всё это его ждёт. На самом деле мы понимаем, что всё это его ждёт. Вот. И тоже вот эта пустота, годнота, тошнота, всё так хорошо, ловко, поехало, 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 поехало. Вот, носилки в старом коридоре. Тут даже, знаете, проблема в том, что в таких стихотворениях, с одной стороны, классные, и они вот для слэмов, для всего, а с другой стороны, как бы не очень важно, чем они наполнены. И вот тут же опять Алёну, то есть хочется повернуть, поскольку Алёне уже удаётся то, что она пишет. Именно поэтому я и пытаюсь развернуть немножко в другую сторону, посмотреть, может быть, стоит всё-таки чуть-чуть больше вот этой отделочности, строчечности уделять внимание, какой-то паузности, пытаться чуть-чуть поломать эту вот свою... Вот эту вот лёгкость. Лёгкость. Да, да, вот эта лёгкость сбегания, сбегания. Вот, потому что, честно говоря, вот я могу этим наполнить, можно тем наполнить это. Всё равно вы хорошо наполните, хорошо будет звучать, хорошо прочтёте, ну, отлично. Важно получить сначала и конец. Всё. Чем наполнено вот это, не очень важно, хотя он наполнен хорошо. Вот ничего не могу сказать. Вот есть претензии, нет претензий. А с другой стороны, не важно, чем наполнено. И это вот, опять же, вот как плюс и минус. Есть наше достоинство, а есть наши недостатки, как их продолжение. Получается, что достоинство то, что очень легко, очень эффектно, очень звучно, очень ярко, драматично, взывающее. Именно не вызывающее, а взывающее. Вот этот вопль, как бы вот этот вот герой. Всё так классно. А с другой стороны, нет какого-то чувства доверия в отдельной строке, каким-то доверия выбранным словам. Можно эти слова, может быть, выбрать, можно другие. Чуть-чуть, может быть, попробовать этим заняться, может быть, как-то обогатит, что называется, палитру, возможности, как бы какие-то жанровы как-то обогатит. Вот. И, кстати, может быть, придёт и чуть-чуть другая интонация для чтения в таком случае, потому что тоже, чтобы не постоянно в одной интонации читать, а быть немножко разной для себя, потому что тоже устаёшь. Да, конечно, да. Вот. Так что так. Я вот для этой подборки хотела сказать, я выбирала самые сценические стихотворения, которые я сейчас исполняю на сцене. Но у меня есть и другие более, вот именно те, о которых вы говорите, они есть. Просто так как я их редко исполняю, если бы вообще не надо было читать стихи, например, здесь, я бы, может, принесла и какие-то другие просто есть. Но я их реже читаю, потому что они более мягкие. А когда ты выходишь на сцену, вот я хотела сказать про манеру чтения, у меня такая манера чтения родилась, наверное, ну вот в Москве, когда выступали мы, у нас в Москве, в Москве такая есть традиция, я не знаю, в Петербурге все читают спокойно, а в Москве кто громче крикнет, тот поэт. Хорошо. Вот, поэтому родилась такая традиция из выступлений в клубах, в барах, в каких-то, на вот этих мероприятиях, на слэмах, на фестивалях. Она родилась, потому что, если ты читал тихо, тебя не слышали, если выходили ребята с очень классными стихами, я много знаю ребят, которые читают как броски, с вот этой задушевной тихой интонацией, но их не слушают, люди едят, кофемашина. Из-за того, что тебя не слушают, ты переходишь на вот этот крик, и в какой-то момент вот ты начинаешь так читать, чтобы тебя услышали все. Ну да. Этот эффект достигается, это очень хорошо. Обусловлено нашим городом, скажем так. Потому что в этом можно еще себе позволить иногда, вот с этот слом, и он будет просто еще выигрышнее. Да, да. То есть это не всегда. В рамках, да, этого. Ну, первое актерское правило, нельзя делать одинаково. Скажешь громко, 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 потом надо тише, 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 и как бы менять медленно, быстро. То есть вот это все сменять. Ну, это так мы уже, конечно, не то, что придираемся, но уже как бы мечтаем, как еще улучшить. Мечтаем, да. Конечно, бывает что-то плохое, но это хорошее, но настолько, что хочется еще и улучшить. Еще улучшить. Да. А так-то сам подход, чтобы выбрать, ну, хиты, правильно, конечно. Конечно, да. Есть сцена, здесь зрители. Да, интересно, интересно. Лера, а даже мне вот, ну, ты об этом уже говорил, но все-таки вот ты прочитала вначале глазами, не зная манеру. Вот сейчас услышала манеру Алены, и в этот момент тебе эта манера помешала или открыла что-то новое? Или когда ты читала глазами, ты как-то глубже проникла? Просто, когда я читаю глазами, и я читаю тише, я лучше вижу отдельные слова. И вот это то, к чему бы я склоняла Алену, видеть больше вот... И это приятно, видеть слова. То есть хорошо, что есть слова, которые можно видеть. То есть на самом деле, когда на письме, я не проскакиваю мимо этих слов, я могу рассмотреть их, вернуться. Вот уборщик листьев без бороды, это же интересный очень образ, уборщик листьев без бороды. То есть тут что-то заложено. Такое немножко петерпенистое стихотворение, куда-то вот оно меня туда уводит, уборщик листьев без бороды. Трава и ветер такое вот, да, оно немножко такое, как остров небывалый такой, да. Потерянный мячик. Тут все, на самом деле, тут как бы вот эти вот все образы, они встраиваются туда. Просто я говорила о том, что немножко меня утомила вот эта... Ну, лепка такая очень простая, но это без, но вот это вот созвучие чуть-чуть простовато получается, как бы немножко, и как бы из-за этого нет доверия. Очень легко дается, никакой-то трудности. Вот электрические псы, они немножко трудные при всей своей кажущейся элементарности прям даже. Прям как будто вот взяла короткие слова, нанизала их как на бухенки. На самом деле, это сложнее сделать такое вот. Только бы оно сложнее устроено, что ли, электрические псы. И там смысл, но более интересно как-то оно вот перекатывается. А тут вот немножко простое созвучие, и насчет этого немножко какое-то недоверие возникает. А так отдельно рассматривать эти строчки, то есть, которые неинтересно. Перекручено, неизучено. Я бы побольше паузы сделала, вот как бы я думала бы на этими словами, наверное. Вот. А, я вот еще что подумал, что да, действительно, в пабе, в баре выступления, не все слушают, кофемашина. Но мы-то сейчас здесь слушаем. Получается, что этот прием, он немножко из другой ситуации. Может быть, да. Ну, это так сейчас просто размышленно. Так что же, нас предупредили. Мы подключили. Что ж такое-то? Нет, нет, это так все классно, ярко, действительно, да. Жрите и чавкайте, создайте поэту комфортные условия для выступления, что за ерунда. Да, хорошо. Ну что, Алена, есть что добавить, уточнить, спросить, сказать? Ого, ну, я на самом деле думаю, что вот про паузы мне очень понравилось замечание. Я об этом не задумывалась, о том, что вот давайте делать паузу в словах. Это интересная история, потому что, да, у меня есть такая тенденция, что, мне кажется, когда есть что стихотворение, это какое-то такое цельное, такое очень быстрое, какое-то скоротечное высказывание, такое, как электричка, такой, пшш, проехал. Вот поэтому я их на какой-то такой у меня бывают манере, они пишутся иногда. То есть, потому что во мне что-то такое просыпается, и я его прям вот за одну, например, вот это стихотворение я очень быстро написала. Да, бывает, что ты там пишешь стихотворение по три месяца редактируешь там что-то, и такое бывает. Вот. И вот про паузы я действительно задумывала, и как-то по-другому, может быть. Вот. Но я сейчас пробую экспериментировать, писать, я не знаю, как относится к Ферлибрам, но вот пробовать без вот этой рифмизации очень сильно у себя, потому что мне, ну, люди говорили, что, ну, некоторые там критики говорили, что ритм, ой, точнее, рифма, когда ее так много, может быть, не стоит ее... То есть, да, вот ты умеешь пользоваться рифмой, а попробуй не рифмовать, вот. И попробуй заложить какой-то такой смысл, чтобы все хорошо отчиталось и цепляло, но без рифмы. Вот, я сейчас пробую этим заниматься, как-то еще языком перекручивать. Но я просто обожаю рифмы, на самом деле. Ужас, как у меня. Не лишайте человека. Я обожаю рифмовать, то есть, я изрифмовала все в своей жизни. То есть, я писала все рифмы, что можно изрифмовать, мне кажется, я... И самое странное обожание для поэта — любить рифмы. Ну, вот. Поэтому. Ну, что же, тогда движемся дальше. Алена Синица в программе «Турнир поэтов». А мы приглашаем нашу сцену Петра Кравчину. Флэшбеки. Бликует зеркало рандомно, Свет разгоняет тьму волной, И плавит солнечная домна, Февральский холод над Москвой. Зеленый круг на светофорах, Предвосхищение весны, И есть еще в запасе порох, Чтобы осушить пузырь об сны. Раскрасит небо в цвет индиго Субботний полдень. Дань тоске. А кто-то литосферно двигать Возьмется плиты по доске. Пивной янтарь Стекает в кружку. А рак краснеет. Не беда. Джеймс Бонд спалил, Что есть наружка, И перерезал провода. Февральский холод Снова в силе Спустился ночью на Арбат. Есть повод Утонуть в текиле И зафлэшбечиться Назад. Разговор Так пусто на душе, Но не в бутылке, Что хочется побрызгать на свечу Из кожуры от рыжей мандаринки И покормить нахохленных пичук. Луна висит хурмищей над забором Из недостроенных бетонных гор. С собой остаюсь без разговора, И с Богом не задался разговор. В сочельник снова не случится чудо, И ангелы не спустятся ко мне. Остыл узвар И мучает простуда, А мне все больше собирать камней, Мостить из них брусчатую дорогу И топать в неизведанность по ней. Прогулка будет поводом Ей-богу, стать многоджёстче, Но на снег честней. Наверное, это пресловутый кризис И средних лет, и среднего ума. Все так циклично В уходящей жизни Бутылка, мандарины и хурма. Я жду, посвящается моей жене. Пиво и женщины, Женщины и вино. Мартини похож на море. Сны достаются вещи, И дождь за окном, стеной. Ты просишь задёрнуть шторы. Всё это выдумал я, Кроме серых глаз. В сюжете остались дыры. Мы были когда-то выдрами, Такие же и сейчас, Всегда и везде проныры. Граппа и женщина, Женщина и абсент. Бар мой сяк, Погреба пусты. Да ну эту граппу, Клешему. Я жду, Что взойдёт рассвет, И шторы Откроешь ты. Белый лён. Переменчивое кино, Переменные уравнять. Осень, сплин и дожди стеной Не отступятся ни на пять. Не обласкан и нелюдим, Не затейлив, но не затмлён, Если солнце горит в груди, И если сеется белый лён. Перекошенное окно, А в окне перевёрнут мир, Кровь и раньше была вином. Хочешь выпить, Иди в трактир, А не хочешь, Ступай и молись, Только помни, Что есть в словах Дикобрейн девелых ввысь До апрельская синева. Передёрнут тугой затвор, Перетянут артерий ток. Без труда Переплыть босфор, Проще только взвести курок. Всякий знает, Что не вернуть Нежность листьев Былых времён. Остаётся Тернистый путь Красить в красное Белый лён. Исход В бетонной хватке С тылых переулков Теряются и тени, И шаги. Жужжание электрической дуги Затухло эхом В переходах гулких. Безлунной ночью Видится иное. В старинном доме Пустота глазниц, Скрипит настил Из ветхих половиц, На подоконнике Скелет алоэ. Дозорный памятник Ухмылку прячет, Как будто В угасающем бреду Предугадал, Куда я забреду, И шпоры вбил В своей понурой кляче. Пожухлый лист Мне залетел за ворот. Последний труп Среди живых руин Я провожаю взглядом Птичий клин И поджигаю Опустевший город. Крещанский гештальт Филевский парк Не освещен И в январе Немноголюден Отправлюсь к речке Моржевать На зло запущенной простуде Накрывшись небом Как плащом До середины и назад Раз в год Уже традиционно Москва Ни Волга, Ни Нева И не любимица Харона. За полчаса Гештальт закрыт. На фоне этого Непросто Забыть о том, Что инвалиды Отскоблить с души Ко росту. Но часть реки Теперь во мне. Пусть не доплыл До Ярдана При убывающей луне, Но сам теперь Текуя с крана. Петр Кравчинов В программе Турнир поэтов На первом литературном телевидении И Валерия Пустова Сегодня у нас За всех критиков Отдувается. Ну что, Лера, Что скажете? Вот мне лично Аж выпить захотелось. Надо было Приносить с собой, видимо. Я знаю, чем я займусь После записи программы. У нас сегодня На удивление Гармоничная передача Цельная, Потому что Если сейчас Алена меня как-то Вынесла Скоростью своего Стихотворения, То, конечно, Петр совершенно Придавил меня Тоже своим исполнением Вот этим звуком, Этим голосом Я бы прям, не знаю, Слушала какой-нибудь Убаюкивающий хоррор В вашем исполнении. Вот, и вообще Убаюкивающий хоррор? Да, потому что Голос на самом деле Очень как бы ласковый, Звучный, Но страшный. Вот этот вот смысл Такой внутренний Придается стихам Такое, как будто Проскваживает что-то. Но это мы говорим Об исполнении. И тоже об этом Можно подумать еще. Всегда ли стоит Сохранять одну и ту же Интонацию, да? Потому что здесь вот И Алена, и Петр Показывают нам Какую-то выбранную Манеру исполнения. И каждый раз Хочется спросить Всегда ли стоит То есть сохранять Или может быть Ее стоит менять? Потому что стихида Не всегда Я ее старался разнообразовать Там больше углубился Где-то в белом льне Это там было самое такое А в других Старался быть помягче Нет, конечно, Вы там по-своему Разнообразны Но Лера говорит О таком Серьезном изменении Манеры Да Немножко есть ощущение В обоих случаях Что есть монолит интонации Который придавливает Меня как слушателя Очень сильно Я как бы все Я не могу уже соображать То есть когда меня Алена несет Или когда мне Петр Так вот нашептывает Тут мне прям аж Да, но подобрались Они, конечно, Друг к другу Это просто Да Но к чему я все это веду Не к тому А к тому, что Когда ты подавлен Этой звуковой Какой-то вот этой Монолитностью Этой какой-то Выверенностью звучания Ты очень сильно Проскакиваешь мимо слов И мимо стихов Опять же Вот А стихи ведь у Петра Интересные И поэтому И хочется вернуться Опять же глазами Я рекомендую Нашим слушателям Нашим зрителям Посмотреть именно глазами Тоже эти стихи Да А мы нашим мастерам Рекомендуем Выложить подбор Да Выложить Потому что Здесь очень интересно И, например Есть повороты образов Мне вот они очень понравились Это работа с образом С тем, как он поворачивается И преображается смысл Слов и образов Я вот себе отметила Но мне больше всего понравилось Это стихотворение Исход Оно какое-то С одной стороны Довольно условное Трудно представить То есть исход Это вообще такое Мифологическое слово Очень сильное Большое И здесь Мы видим Такую довольно условную Образность Эти электрические дуги Эти бетонная хватка Стылых переулков Памятник Ведь памятник Это тоже какая-то Мифология Это что-то очень Ну прям Такое Каменно впечатавшееся Концентрированная Мистика В этом тексте Да Да, кстати Мистика Очень хорошее слово Вот Вы сказали сейчас Потому что Есть такое чувство Что мы немножко В условном таком пространстве Мистическом Каком-то видении Может быть Никакой привязанности Конкретной Какой-то реальной Нашей жизни Здесь нет В то же время Пробирает Такое Как бы Жуть момента И достоинство В том Что здесь Все образы В принципе Честно говоря Они как бы Взяты Из некого Культурного Нашего сознательного С другой стороны Так преображены Петром Что они Совершенно авторские Вот Особенно Мне понравился Этот памятник Который дозорный С одной стороны Вот И вот Шпоры вбил Свои понурые Клячи Вот это вот Как довернуть Образ То есть Всадник Конь Шпоры Это что-то Ну крайне инерционное Стандартное Но когда мы Показываем это движение То есть вбил Мы показываем само движение Как будто это уже не памятник А что-то ожившее Как будто мы в моменте Видим это движение И кляча какая Понурая И это не просто конь Это кляча Да То есть мы Мы немножко Доворачиваем образ Мы показываем его Как бы Не таким абстрактным Как у нас в голове Каменный памятник Вот этот Медный всадник Или что-то Да Что-то такое мифологичное Возникает в голове А мы показываем его конкретность Его как бы Ситуативность Там памятник Это дозорный памятник Вот шпоры вбил Свои понурые клячи Он ожил И он абсолютно конкретен В то же время Мы не можем сказать Что какой-то конкретный памятник Да То есть мы вот в этом образе Очень интересно Здесь и условный этот образ И в то же время Он совершенно оживший Вот Совершенно замечательный Вот этот скелет алоэ Который вдруг тоже проявляет Вот этот вот Образ старинного дома Ну старинный дом Ну пустота глазниц Вот этот скрип Ветхих половиц Ну боже мой Ну сколько можно Да Опять же мы в пространстве Условных образов Которые довольно-таки Потрепаны И в то же время На подоконнике Скелет алоэ Это и оживление И в то же время Усиление Вот это хоррорное Как бы вот это Какое-то условное Какое-то мертвящее Мистическое Какого-то слоя Твоего стихотворения Скелет алоэ Ну как бы Вот Оно живо и неживо И как бы Это поддержка Пустоты дома С одной стороны С другой стороны Какой-то такой Штрих Который оживляет И делает штучным Опять же Живущим Ожившим Весь этот Условный образ Который иначе Был бы просто Холодным старинным домом До которого бы Нам не было дела Потому что Ну кому какое дело До пустого старинного дома Ну это просто Какой-то вот штамп А это не штамп Все Это ожило Это конкретно Старинный дом Который видит Герой Петра Все Вот это никакой Не путайте Мы уже не путаем С другими домами И вот эта работа С образами Она очень-очень Здесь прям хороша Пожухлый лист Мне залетел за ворот Последний труп Среди живых руин Здесь другая работа Здесь Такие Ну как бы тоже Такие сбитые выражения Это трупы Руины Это последний труп Среди живых руин Ну это безумно истерто Да с одной стороны Но все это сказано По жухлом листе Который залетел за ворот Опять мы видим Здесь эту работу Что схвачен момент Схвачен как бы Действие во времени Невозможно сказать Что это было всегда Невозможно сказать Что это какое-то Условное пространство Которое происходит всегда Мы уже выпадаем Из пространства всегда В пространство сейчас И получается В каждой вот этом Да Строфе Здесь вот такая работа Происходит Это очень здорово Но это когда Я так это вот Разжевываю А когда просто Ты слушаешь Это работает у тебя На бессознательном уровне И просто стихотворение оживает Ты просто действительно Включаешься в эту атмосферу Атмосфера становится Абсолютно достоверной О чем ты прочел И что это такое Ты не понял Все очень условно В то же время Тебе до этого Никакого нет дела Потому что Эта условность Тебе ну как бы Она не мешает Ты абсолютно Вот находишься в настроении Вот настроение Прям схвачено Выражено И я попыталась Сейчас показать Почему это получилось Мне кажется Это очень здорово Получилось у автора Вот Крещенский гешталь И напротив Очень интересно Тем что Здесь какая-то Конкретная бытовая ситуация Совершенно бытовая Какая-то Такая покашливающаяся Такая Вот Одинокий герой Все такое Немножко Такой Какой-то Плотный Сейчасшний герой Наоборот Он неусловный Он какой-то Штучный Простывший Куда-то он бредет Один Вот И с другой стороны В конце Мы как бы Выпадаем Наоборот В пространство Мифа В пространство Какой-то Такой Прекрасной Условности Вот Возникает образ Иордана Который течет Через кран И как бы Герой В этом То есть Герой приобщился В воде Герой теперь Вода в герое Герой в воде То есть Соединение Что ли Этих планов Ботового И мифологического Тоже получился За счет образов Получается Что Петр Очень эффектно Работает Именно с образом С тем Как он преломляется Как у него Хорошо Ассоциативное Вот это мышление Связывает Далекие вещи Кран Иордан Да Вот этот вот Пожлухлый лист Последний труп Среди живых руин Как-то это очень Ну Сильно Красиво Представлено И хорошо Выражено Литосферно двигать Возьмется плита по доске Я не поняла О ком это Какие-то плиты по доске Тут какой-то провал Для меня Но само по себе Выражение Литосферно двигать плиты Это тоже работа На уровне образов То есть Мы докручиваем образ Это уже во флэшбеке Да Во флэшбеке Это мы вернулись Первое стихотворение Вот Это была Поэтому Я решил не пояснять ее нигде Как бы Кто понял Понял Не понял Просто плиты и доска Вот как-то не работают Как образов для меня Картинка не возникает У меня здесь совершенно Я понимаю Что плиты по доске Наверное Не совсем удачно Но вот оно Оно само написалось Вот так вот И я решил Что его менять Наверное не стоит А что касается исхода То Скелет Алоэ Собрал Наверное Самую большую Аудиторию Позитивных откликов Этот текст Именно Именно скелет Алоэ Никого не оставил Равнодушным Мне кажется Что это моя Лебединая песня Хорошо Хорошо Так Вот Ну вот тут Есть немножко Вот опять же Первое стихотворение Почему-то тоже Вот здесь немножко Чуть-чуть Как местами Как провал Вот этого Как будто Огнеконта Чуть-чуть местами Вот это Плиты по доске Чуть-чуть Не обязательно Для меня было Потом А рак краснеет Не беда Ну Как-то Как-то Строчка сделана Для того Чтобы она здесь Была Эта строчка То есть Вот Хочется Большего внимания К наполнению Строчек Строчку-то жалко Что же мы Так вот Просто раз И отдали На какое-то Такое Вот Ну Не обязательно Какое-то Инерционное Выражение Которое Вот Чувствуется Что вот здесь Это вставлено Для просто Ну Чтобы нам дальше Двинуться К Джеймсу Бонду Который прекрасно Получился У нас А это К нему Надо подвести Потому что Кружка И беда Нам нужна Вот Потому что У нас Рифма Ну Это Эти Стадистские Частушки Что из бот Спалил Что из Наружка Перезапровода Да И вот Мы К нему Подводили Как бы Да Вот Не отлежалось Еще Просто Все остальные Практически Они все С редактурой Уже А это Ну Хотя Гештальт И флешбеки У них Достаточно Небольшой Промежуток Между ними Это вообще Все свежак Кроме исхода Это все С исхода Уже больше Двенадцати лет А все остальное Это очень свежее Прекрасный поэт Который приходит Со свежими стихами Это такая Поэтическая сила Да И поэтому Я просто Во флешбеках Еще не все Отредактировал Но Что там В нем есть А гештальт Они абсолютно Акаинские Что флешбеки Что гештальт Вот вы говорите Что это Бытовая ситуация Она абсолютно Бытовая Оно писалось Оно писалось На натуре Все Я его писал Практически Будучи в проруби Серьезно Ого говорю Хорошо Про эту прорубь Был такой Замечательный Герман Виноградов Человек Который Делал перформансы В Филевском парке Зимой В проруби Туда залезал Садились вокруг костра Тепло одетые люди А он из этой проруби Читал стихи Минут двадцать И доставал Из проруби Там всякие Пластмассовый Ананас Там еще Ну я перформанс Не устраивал Но вот Все что там написано Это было Все на натуре Я его спрашивал Герман Ну как Стих Звенел Звенел Да отлично Ну вот бытовая образность Здесь очень тоже удалась И мифологическая Мистическая И бытовая Потому что Вот это же Побрызгать на свечу И скажу Ру от рыжей мандаринки Я прям это вижу Просто Все Все кто это Делал в детстве Все это видят Я не делала Я как-то У меня но свежая идея Была Я только чудом Попробую Спасибо Обязательно попробуйте Детишкам покажите Я не буду в восторге Да 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 Вот Единственное Не пила Откуда здесь Ходохохленные пичуги Взялись у меня И покормить Нахохленных пичуг Вот эти пичуги Мне тоже как-то Они какие-то необязательные Тут у меня Они мне для свечи Нужны получается Для рифмы Ну это как Последствие того Что пусто на душе И хочется И побрызгать И пичуг покормить И на душе Станет после этого Тогда как-то Хорошо Да С одной стороны Да С другой стороны Вот нельзя ли Ближе к быту То есть вот Если пичуг нет Под рукой А если нет пичуг То есть вот Нельзя ли Побытовее Представить Так куда же они Зимой денутся Пичуги А где они у вас Вот я не представляю Эту ситуацию То есть герой дома Пичуги Пичуги Где они Или Ну раз они Нахухленные Значит зима Раз свеча И мы брызгаем На На Мандаринка Это значит Рождество Да я понимаю Или Новый год Я представляю себе Не знаю Не могу себе представить Ситуацию бы того Мне кажется Что тут нужно Как бы Покормить Нахухленных пичуг Для меня Это такое Абстрактное желание Не связанное С конкретными Появившимися пичугами Пошли крутавные мандаристы Да Мандаринки тут Да И вдруг Я покормить То есть куда-то Меня унесло Из вот этой конкретики Меня унесло В какую-то абстрактную А неплохо бы Как бы там Не знаю что Ну чтобы человек был бессмертен И покорить нахухленных пичуг То есть для меня Это уровень вот такого Абстракции Вот такой немножко То есть я бы предложила Не отлипать От бытовой образности Потому что например В стихотворении Крещенский гешталь Вы это не отлипаете У вас нет там Каких-то вот этих вот У меня не чувствую Что я выбрасываю Это стихотворение В какую-то Совершенно В неположенную ситуацию Мысль Ассоциации Все ассоциации Очень плотно Подогнаны К ситуации героя Понимаете А здесь ассоциация Вдруг меня выбросила Как трамплин В совершенно другую В другую Ну тут да Тут такой вопрос Что просто ассоциативный ряд Каждого индивида Он уже не может быть Идентичный Я понимаю Просто на всякий случай Говорю что пичуги Здесь очень неконкретно чувствуются Окей Просто с флешбеками Я согласен Что там наверное Надо еще допилить А разговор Он уже допилен Вот до того уровня Допилен так допилен Нет это на будущее Я как бы просто говорю Что как вот может читатель Воспринимать Он и так может тоже воспринимать Вот ну Хурмища У нас вызвал живую реакцию К сожалению А я видел Да У нас как-то Причем обычно мне такие строчки Скорее бы Они мне не нравятся Но у Петра Ангелы Но тут она прям хорошо Ну и тут такая тоже Немножко забытовление мифа Такое вот это Что не случится чудо Ангелы не спустятся ко мне Вроде бы сделано по-простому Но вписано в такой Какой-то контекст Вот этой мандаринкой С этим узваром Мандаринка-узвар Какие-то яркие такие слова Мандариновые слова В то же время Они вписаны в какую-то Очень бытовую ситуацию Тоже очень эффектно Когда что-то яркое Вписывается В какой-то очень такой Ровный бытовой фон Красиво так сработано это Собирать камней Абстракция Но она вот В отличие от пичук Вот эти собирать камней Они дальше поддержаны И поэтому они не вызывают вопросов Мне больше собирать кормней Ну как бы я тут Поморщилась бы на этой строчке Но дальше вы пишете Мастить из них Брусчатую дорогу И топать Как бы вы продолжаете Вы как бы с этим образом Дальше работаете Поэтому не вызывает Как-то вопросов Вот Ну немножко мне конечно Не понравилось Это ей богу Стать на год жестче И на снег честней Какой-то уровень Мне кажется Прям совсем На год жестче На снег честней Ну какой-то такой Совсем прямой Высказывательной Поэзии Такой даже Причем именно снег Мне кажется Еще стать на год жестче Еще как-то На снег честней Да Как-то На снег честней Как-то немножко Даже чуть-чуть корявая Есть в этом какой-то уровень Чуть-чуть как вот Ниже этого уровня Этих стихотворений Чуть-чуть Как вот тоже не обязательно А вот это собрало Абсолютно Вот по нему Деметральное То есть там Кому как Поделилось Наверное Примерно пополам Потому что некоторые Очень круто А другие вот тоже А у вас прям читатели Вас так разбирают Прямо построчно Ну да Потому что как бы Не просто говорить про стихотворения А вот как построчкам Вот эту да Эту собрало А вот здесь уже раз Вот Ну и Хурма здесь Да хорошо играет Там вокруг Узвара Баталия развернулась Потому что одни ребята Почему-то посчитали Что Узвар Это для русскоязычного человека Явление незнакомое Вот А я считаю Что в принципе Кто Гоголя читал Те Узвар в курсе Что такое Ну тут Это хорошее слово Еще тем Повторюсь Что мандариновое слово То есть вот этот вот Эффект ярких слов Вот В растворенном Таком бытовом Среднем таком Каком-то фоне Это очень-очень хорошо Вот Ну то есть Это поэтично Это какая-то работа Такая на уровне слов На уровне поэзии Вот именно слов Как хурмища Вот это вот Мандарин Это все немножко Яркие крапинки Которые В целом Довольно нейтральное По тону Довольно спокойное И даже немножко Заунывное стихотворение Они его делают Выразительнее Они его делают ярче Они его делают Запоминающимся Как бы Прилекательным Штучным Запоминающимся То есть это очень Хорошая работа На уровне именно Слов То есть узвар тут нужен Просто даже Просто по факту Самого устройства Этого слова Тут даже еще и Вот И конечно Мне не понравилось Вот это вот А не хочешь Ступая молись Это какая-то вот Такая песенная поэзия Только помни Что есть слова В декабре Индивилах Высь До апрельская синева Что мы тут сказали Я не поняла Это что-то такое Из серии Ну у меня такое чувство Что это вот чисто Ради вот Ради нагнетания строчек Сделано Потому что я не понимаю Смысл этого Немножко КСП Это что? Ну клуб Ну эти под гитару А, да Такой немножко Да Да То есть душевность Нагнетена Есть строчки Никакой бардовщины Никакой бардовщины Не-не-не-не Я чувствую Что вам не близко Я поэтому и сказал Ну всякий знает Что не вернуть Нежность листьев Былых времен Не знаю Белый лен Местами Он все-таки Из другой немножко Другого уровня Чуть-чуть Другой поэтики Такой немножко Он песенный Этот белый лен Вот такое ощущение Что вот Ну как бы здесь музыка Должна искупить Некоторые вот эти Шероховатости Провалы Как только я найду Композитора на него Ну да Потому что как бы Ну вот не знаю Вот эти вот Только помни что И всякий знает Что не вернуть Ну вот от этих фраз Лучше бы на будущее уходить Потому что это невозможная конструкция А я абсолютно отдаю себе отчет В том что Вы узнаете Да-да-да Конечно А Петр отдает себе отчет И что Короче да Нечего тут сказать Вот Ну про женщину Это прекрасно было Это было как-то очень Почему-то весело И с одной стороны С другой стороны Это было даже жутко Как-то Да Жутко весело Ну потому что женщина Вот это в таком звучании Мне кажется Звучало это слово Мощное Хочу сказать Вот Какое-то перебирание Вот это какого-то Эротического сочетания От женщины и алкоголя Причем разного алкоголя Тут даже хочется еще Этот усилить Прием И побольше Как бы побарахтать героя Мне не попило виски Да-да-да То есть я хочу сказать Хочется еще Почему бы с этим Как-то вот даже Другое сфере сделать Просто было очень много Комментарий По поводу того Что многовато алкоголя Многовато Да А тут вот Надо добавить По приему идти То есть прием усилить Тогда есть это прием Вот Выдры Про выдры Конечно Я немножечко тут Не поняла Выдры Проныры Дыры Что-то мне это кажется Тоже что-то Какое-то Чуть-чуть необязательное Образностью Для созвучия Тут приведенной Не могу Вот здесь я проскальзываю Вот есть места Где я проскальзываю В этих стихах И вот это один из них Вот где рак краснеет Вот эти выдры Проныры Я проскальзываю Я чувствую Что меня не схватило У меня просто тексты Делятся на те Которые из головы пишутся И на те Которые сами по себе Вот это был сам по себе Выдры Потому что выдры Надо, понимаете, развивать Вот вы же с образами Работаете очень хорошо Но вот как бы В таком случае Эти выдры Надо их достать То есть алкоголь У вас идет выдры И как-то сплести эти мотивы Достать из выдр алкоголь Из алкоголь выдр Что тут надо сделать На стойку на выдрах сделать На выдрах Да ради бога Иногда полезно Когда текст написался Сам по себе А потом туда с головой окунуться Вот С головой к нему подойти Да Какой-то момент Поработать еще хочется с этим Потому что И с этим алкоголем Перечисляемым Тоже как с приемом Поработать Потому что Повторюсь Я бы усилила Мало Как будто Как еще можно Поработать с этим Вот Почему не сделать Второй вариант Такого стихотворения Или по-другому написать Часть вторая В общем Не, ну а почему Бар мой снова на пол Бар мой снова на пол Да, да, пожалуйста Я все еще жду Видимо Будет в следующей части Да, да, да Вот Потому что Ну что Есть какое-то чувство Что поработать еще можно Вот Но повторюсь Исход мой просто тут Будет и крещенский гештальт Вот все-таки Мои самые такие Павориты Потому что мне кажется Это совершенно получившиеся Стихотворения И кстати Как ни странно То что говорят Что алкоголя здесь много Именно потому что Его мало Да Потому что он не доведен До приема А тогда бы он знаком И тогда уже все поймут Что его точно здесь Ну Его здесь нужно Да Так много Прием Принято В общем Скажет Петр Что ведущие пожелали И после эфира Словно говоря Да Ну что Петр Или Все Да Мне тоже показалось Что все Петр Есть ли что Спросить Уточнить Добавить Сказать Спасибо Было все По делу Там где То есть Там где соглашался То есть Ну я везде практически Согласился Походу Походу комментировали Потому что я понимаю Где Где действительно Стоит доработать А где уже Все готово И хотя Казалось бы Доработать Наверное Можно всегда Но например Исход Исход трижды Подвергался Редактуре Со времен Своего Возникновения И вот эта версия Она уже не будет Мною редактироваться Точно никак Никаким образом Исход тоже Да Да То же самое С гештальтом Он тоже больше не будет А флешбеки Я наверное К нему Он полежит Немного Я к нему вернусь И рака Скорее всего Я что-нибудь придумаю Потому что Меня это место Тоже немного коробит И я очень часто С критиками Такого уровня Как ваш Они подчеркивают Вот те места В которых я сам сомневаюсь Как правило Вот и мне это помогает Их просто Если я сомневаюсь А то есть у вас были сомнения Да-да-да И сейчас эти сомнения Просто они совпали И это для меня является Индикатором того Что значит мои сомнения Действительно были Неспроста И следует еще Поработать Ну кстати Он тогда на будущее Вот как в одном фильме Денира говорил Что если есть сомнения Сомнений нет Если у вас уже есть Какое-то сомнение Значит точно это место Можно еще посмотреть на него Да Да Вообще меня удивили Вы сказали в нашем знакомстве В начале программы Что вы 15 лет назад Читали со сцены стихи Да Слушайте Ну это преступление Вам нужно читать Не, но вы Это хорошо У вас хорошая стихи Ну талант не пропьешь И вы это хорошо делаете Мне кажется Что это может быть Так что вот Я просто не боюсь Я не боюсь сцены Нет, я понимаю Ищите выхода Потому что Ну как бы надо Нести Нести к людям Ну что же Петр Кравчинов В программе Турнир поэтов На первом литературном телевидении А мы с Валерией Пустовой Сейчас подведем Еще небольшие итоги Сегодняшнего Мне кажется Довольно яркого выпуска Да Ну что же Завершается выпуск Турнира поэтов И мы с Валерией Пустовой Сейчас подведем Небольшие итоги Наша добрая традиция Но сегодня Прям яркая программа И поэты стоят друг друга И действительно Такой настоящий турнир Такое некое поэтическое шоу Такой даже немножко баттл Разный манер чтения Но оба очень ярких Яркие манеры И яркие поэты Да, манера, которой Трудно сопротивляться И даже Как бы немножко Отвлекающая от стихов Я бы сказала Да, есть такой момент В обоих случаях Но всегда одно за счет другого Да, да Тут вот Да, где найти Вот эту золотую середину С одной стороны Понятно, что стихи Которые, ну, как-то бубнятся Совсем невнятно Они не могут быть услышаны просто Вот Какая-то, да Но для поэтических вечеров Для вот баттлов Это прям Мне кажется, что Да, хорошо Это прям могут люди выступать Была там интересная тема Вот про Низину Вы сказали в какой-то момент О Низина И что это вот не просто Низина А вот стала она для нас Как бы вот Вопросы снились Что это вот Какая-то конкретная Низина И у нас нет вопросов Откуда она появилась Почему Я вот о чем подумал Что в стихах Вообще в искусстве Нам не всегда Ну, на все вопросы Нужно отдать ответы Но там, мне кажется Очень важный момент Чтобы они не возникали То есть вот Понимаете Вот Низина Не знаю, почему здесь Низина Но у меня нет вопроса Я понимаю, что она на своем месте Может быть, не все могу объяснить Вот такой момент Что вот это вот Не возникание вопросов Когда мы не спотыкаемся Обо что-то Ну, я немного спотыкнулась Об нее Дело в том, что наоборот Поэтому Да, конечно Я согласна Что Хорошо, когда Неожиданность Хорошо подготовлена В стихотворении Действительно И Ну вот Пример такой неожиданности Это действительно Строчка Но сам теперь Теку из крана Строчка Абсолютно дурацкая Неожиданная Кажется На самом деле Она абсолютно в своем месте Осмысленная И наполненная смыслом То есть И страшная Такая какая-то Да Я как-то очень Неожиданность Была страшная Тут видишь Интерпретации тоже разные Могут быть Что тоже очень достоинство Что касается низины То Мне кажется Что она там Немножко от ума Как бы Ага Поэтому она немножко Ну как бы Вернута что ли Ну может быть Может быть Но тут можно спорить Потому что у всех свое Свои какие-то ассоциации Ну я даже не конкретно Может быть Про этот момент Да Но вот сама мысль Что Вот когда мы читаем Знакомься У нас не возникает Этих вопросов Мы понимаем Что вот даже Мы не можем это объяснить Наверное так Я бы сказала так Что мы в всех Стехотворениях Жили в каком-то Конкретном немножко Ситуации А когда мы попали В низиную И чужую Россию Мы как бы Немножко переключились На такое Обобщенное Говорение Такое Немножко Публицистическое То есть изменилось Само стихотворение В этот момент И я не уверена Что каждый читатель К этому готов Вот То есть кто-то Вспрыгнет на этот Новый уровень Кто-то не вспрыгнет И скажет При чем тут вообще Да Удивиться То есть здесь Немножко риск был Но взрослый Бывает и по-другому Что как раз Вот эти наши спотыкания Обо что-то Потом Они нас и приводят К смыслу стихотворения Там вообще Произведения искусства То есть мы споткнулись Мы удивились Мы так Что-то не так Что-то нестандартно А к финалу Мы вдруг У нас это заклили Мы поняли Почему мы там споткнулись Почему это было То есть как герменевтика Это вот поиск странностей И через странности Приход к смыслу Да, конечно Если все гладко И очень хорошо Слепилось И такой шарик Катящийся легко То тоже, конечно Читатель Ну быстро откатывается Что ли И возвращается Тут очень трудно Найти баланс Но мне кажется Все-таки Нужно какое-то Стремление К цельности Стихотворения К не случайности его К тому Чтобы было чувство Что вот как автор сказал Так оно здесь и должно быть Вот оно тут стояло Вот А не так, что Ну может быть на этом месте Еще что-нибудь Будло быть Ну может быть Это Ну как-то вот Вот это чувство Обязательности Оно очень важно, конечно Вот И тем более В стихотворении Где очень видна Обязательность слов И строк Потому что они Настолько как бы Взримо Ну укороченные Они как бы Выделены все слова И тогда Если я вижу Что-то необязательное Это слишком бросается Мне в глаза Вот Но здесь В этих подборках Как-то хочется На позитивной ноте Как-то заканчивать Наше обсуждение Все-таки здесь Очень эффектная Конечно работа И с Какими-то Реалиями С образами В основном здесь Знаете Даже не с реальными А действительно с образами На самом деле У автора Живут немножко В пространстве Таких мнимостей Каких-то культурных Таких образов Даже вот эти псы Электрические у Алены Они вот Из 2007 года Вот как вот Ну как по крайней мере Написано в стихотворении Мы немножко все время Не здесь и не сейчас Немножко в условном Пространстве И мне такое ощущение Нам как рассказывают Какую-то сказку Оба автора Вот Первая сказка у Алены Она такая Немножко энергичная Куда-то зовущая Будоражащая А у Петра Такая немножко Погружающая Атмосфера Чуть-чуть пугающая Или может быть Чуть-чуть такая Раскачивающая Думы Такая вот Как бы С бутылкой Не с бутылкой Но раскачивающие Такие какие-то Размышления о жизни Какой я сейчас Где я сейчас И это очень интересно Что-то такие Немножко условные Ситуации Вот Которые авторы Умеют нагнетать Буквально из ничего То есть Это такая прям Чистая работа С образами Когда Не историю нам Какую-то рассказывать Какие-то там Показывают Конкретные ситуации А человек Просто из картинки Может Создать нам Какой-то эффект Какой-то другой Реальности Абсолютно Реально Другой реальности Вот Даже вот Крещенский гештальт Это какая-то Очень ненатуральная Прорубь Потому что Здесь и Харон Здесь и Ордан Здесь какое-то Все немножко Инвалид Вот это старинное слово Здесь даже Ссылка Здесь инвалид Ветеран боевых действий Устар Устаревшая То есть Немножко Как будто Непресечашнего человека Нет, конечно И потом он течет Из крана Да, да Вот Как бы Немножко Все немножко Так фантастично Немножко Все так Сказочно Как-то И это очень интересно Да Вот В общем Не так все просто В обоих случаях В обоих случаях Речь не о каком-то Не о чем-то Таком конкретном И прямом Тут мы все время Немножко играем Немножко создаем героя Создаем для него В общем оба автора Крайне интересны И по звуку И по смыслу И по исполнению И я как раз хотел сказать Что жалко Что они встретились вместе Но потом вспомнил Что по нашим правилам Сколько я помню Что могут из одной программы Отборочной попасть Люди Если наберут там Большое количество голосов И к тому что хотелось бы И соленый Обоих сохранить Еще раз встретиться Да, и Петра увидеть В четвертьфинале Да, да, конечно Но выбор за вами Дорогие зрители Читайте Голосуйте Смотрите стихи На страничках У поэтов И пишите свои комментарии Всегда интересно Их читать Ну когда они Не переходят На личности И остаются Интеллигентными Культурно Ну что ж Спасибо большое, Лера Это была программа Турнир поэтов На первом Литературном телевидении Наш турнир Только-только Набирает обороты Так что Надеюсь И мне очень нравится Как он в этом году Начался И надеюсь Что дальше Нам также будут Нам попадаться Интересные Яркие Поэты До скорых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»